Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 рассматривается в другом, как лишнее черное, а в охране белое, лишнее принимающее, а в охране отдающее, принимающее начало, которое позитивное, негативное, не имеется в смысле негатива, а противоположное, скажем так, противоположное то, что привлекает высшей степени принимающие, это высшей степени отдающее, и когда Господь нисходит в этот мир, то писание говорит «Раза Кришна в викритирух в ладине шахте ашмат, эко атман рука у тауга че». Шлопа Рудефан говорил всегда, что слово викрити для меня всегда имеет большую мистерию. Для нас все понятно, когда мы читаем Шлопе, помните, как Шариков сказал, что все понятно, из-за этого все подвели. для того, кто обладает неким представлением о том, что нет нам, есть очень много непонятных вещей. В этом шлопе читаем чисто. Раза Кришна в викрити в ладине шахте асмат. Оказывается, что Раза Кришна, которые эко атман рука у тауга учили, оказывается, что Раза Кришна – это эко атма. Раза Кришна – это одна душа. В этом мире у людей есть такая идея найти свою вторую половину, а не там по принципу второй половины все равно построен на противоположности. Должно быть что-то вместе и что-то противоположное. те преданное, которые у нас есть, какие-то, ну, скажем, некоторые семьи преданных, например, Анжелия и этот, Вилас, да, их можно действительно сказать, вот они две вторые половины какие-то, у них даже лица одинаковые какие-то. Ну вот, одинаково перекошенного и склеил оба, и вроде какое-то нормальное, да. Потому что некая перекошенность в этом мире определит в том, что живое существо не может найти себе полноту. Поэтому оно ищет свою некую вторую половину, но очень хорошо говорит Протагор, когда беседует с Сократом, он говорит, а что насчет вторых половин? Он говорит, да, я тебе хочешь расскажу такую одну историю. Когда-то люди, они были всегда со своей второй половиной, только ходили они, только они были приклеены спиной к спине и ходили на четырех ногах. И когда Протокор говорит, что это правда, он говорит, как супруги спят в постели, он говорит, вот так они и ходили, спиной к спине вставали, он говорит, поэтому они никогда, собственно, и не видели друг друга и были счастливы. Но всегда каким-то задним чувством ощущали свою близость. Но Зевс, но как только ты нашел свою вторую половину, еще и спиной к спине ходишь, и там иногда друг другу это сказать, ты там? Они совсем как бы отбились и возомнили себя лучше богов. Тогда Зевс разрубил их на две части и бросил в разные части мира и сказал, будете друг друга искать всю жизнь. А будете, когда найдете, если друг друга, так вообще перестанете что-либо делать. Это Зевс сказал. Если не будете мне поклоняться, я вообще вас разрублю на четыре части. на одной ноге прыгать. Ну вот. Итак, живые существа были брошены в мир материи. И здесь я еще пригодил, что если как бы не будете мне жертвы воздавать, я вас еще на четыре части разрублю. Буду одна половина на одной ноге прыгать. Ну вот. И поэтому Писание в этой шлоке Радзла Кришна векретирует Владими Шакти Асмат раскрывает некую тайну о том, что изначально идея двух половин существует в трансцендентном мире. Эта идея двух половин она построена в том, что они заняты Викрити, Сукрити и Викрити. Если посмотреть слово Викрити в санскрите, то мы увидим, что оно обладает множеством сакральных значений. Мало того, что мы не сможем применить филологическое и лингвистическое слово к понятию Викрити, потому что это обмен постоянной любви. И слово Викрити до какой-то степени обозначает соединение, сближение или смешание, или единство, или переход одного в другое. Это очень сложное слово, которое использовано в санскрите. Поэтому дальше Кришна Досковый Радзла использует этот шлок и говорит, это Эка Атмана Рупа Утау Кату Учий, что это одна Атма. Поэтому, как мы обычно привыкли говорить, что Радха и Кришна, они в Викрите, в поиске друг друга, в единстве, в близости, становятся иногда одним живым существом. У нас у всех очень хорошо, так сказать, сразу же ум рисует некую материальную картинку, которую мы привыкли понимать по словам «близость». Когда Шилдбру Дев сказал, он сказал, это может даже козёл понять. Когда мы говорим о близости двух живых существ, то есть он говорит, козёл может это понять. То есть не нужно для этого быть мистиком, так и централистом, чтобы понять, что такое близость. Но он говорит, но речь идёт о другом. Речь идёт о том, что когда-то, в какой-то момент, они становятся Эка Атманом. Эта Эка Атман, в принципе, это то, на чём построено большинство представлений о религии, как Шитхар Махараш говорил, гениально, но неправильно. Эка Атман обозначает… Иногда Кришну называют Эка Атманом. Бога называют Эка Атманом. Эка Атман говорит о том, что он один. Один, един. Но как он един? Писания говорят, Радха и Кришна в своём викрите становятся Эка Атманом. И дальше Кришнадас Кришна объясняет Чайтанье Кам. То есть это не становится каким-то… Я с тобой соединился, викритир, постиг тебя, и мы стали лужицей какого-то там жидкого состояния. Нет. Когда Радха и Кришна соединяются друг в друге и ищут друг друга в поиске любви, в этот момент они становятся Чайтаньей. Понятно, да. Когда плюс и минус объединяются, как говорят, Шил Шидар Махараш. Результат этого объединения не ноль, как привыкли говорится профессионалисты. Они слились любви и всё, и перестали существовать. А результат этого Чайтанье Кам. Чайтанье. И этот Чайтанье, как говорит Шил Шидар Махараш, представьте, 64 уникальных качества Кришны. Когда я был в Киеве на лекции, одна девочка-следователь из прокуратуры с блокнотиком пришла. И она задает такие, ну чисто следовательские вопросы. Скажите, а какие уникальные качества Кришны? Я говорю, 64. Она говорит, можете перечислить? Эти качества перечисляются. Но мы знаем, что в средних 64 качеств 60 обладает Баладева, 59 обладает Вишну, 54 обладает Шива, 53 или 2 обладает Джива. Может быть я путаю там, но 4 уникальных на качество Кришны. Они состоят в том, что одно из них, то что Он единственный, кто обладает способностью танцевать Танис-раса, являясь удивительной, уникальной игрой, никому не не похоже. Его играм на флейте. И четвертое какое? Привлекательность. Либо это, либо это, но я сейчас не могу, я не помню постановку. Но мы знаем, что у Расхарани есть 36. Кто знает, какие 36 качества Расхарани? Одно из качеств Расхарани, самых главных, что она полностью существует только ради одной цели счастья Кришны. Все остальные качества делают ее, ну например, в ней проявлены все благие достояния, все шахты. То есть если мы говорим о том, что все шахты, все таланты, все благие достояния, в ком они проявлены? В женском божественном начале. Если в какой-то женщине есть хоть что-то приличное, то это учитывается от нее. И таким образом мы видим, что 64 уникальных качества Кришны, плюс уникальное качество Расхарани, и все это вместе соединяется в Гавранге Махапрабху. Поэтому сказано, что когда Расха и Кришна в своем уникальном союзе становится Чайтанией, то 64 уникальных качества Кришны, и уникальные качества его Шахти Расхарани, они соединяются в единое, и происходит что-то новое, экоатма. Господь один, Он един, все об этом говорят, все религии талдыщат. Но что это такое, никто не может объяснить. И вот когда он становится экоатманом, в этот момент, в Писании говорят, неизвестно, что раньше – осень, зима, весна или опять. То есть никто не знает, что раньше. Что началось первое? Осень началась первое, зима началась первое, весна началась первое, лето началось первое. Это постоянный обмен. Но в какой-то момент мы можем сказать – весна самая прекрасная. И вот это состояние, когда весна приходит к нему, это то, когда он становится в чайтане, когда Радха и Кришна соединяются в одно. Что в принципе нам это дает? По большому счету, когда на трансцендентном плане божественного бытия происходит какое-то гиперсобытие, как это относится вообще к обитателям бренного мира? Но в том-то и дело, что это относится до тех пор, пока Радха и Кришна разъединены в два образа и являют игры любви столь сокровенные, столь прекрасные, лишь только обитатели трансцендентного мира могут с ними соприкоснуться. Но когда уникальные качества Кришны и Радхарани объединяются в единое, когда происходит взрыв, то у взрыва есть взрывная волна. Когда этот взрыв происходит на Галоке, то резонанс его происходит здесь. И вот тогда Радха Бхава дьюти субболитам. Он как Радха Бхава дьюти субболитам. Дьюти он окутанный Радха Бхавой. Он приходит в этот мир. Радха Бхава дьюти субболитам. Продолжение следует. Продолжение следует...